Итак, всем привет! Hello World! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о классе string. Как мы с вами помним из предыдущего видео, ссылка сейчас в правом верхнем углу, в java существует один примитивный тип для хранения одного единственного символа. Он называется char. То есть, если мы хотим сохранить в нашей переменной более одного символа, тип char нам этого не позволяет сделать. Для этого нам необходимо использовать класс string. Собственно, об этом мы сегодня с вами и будем говорить. Итак, так как string является классом, то для работы с ним нам необходимо создать объект типа string. Например, сейчас мы создаем с вами объект под названием test типа string. Когда мы говорили о переменных, мы с вами говорили о том, что мы можем сразу же задать начальное значение или сделать это позже. Давайте сделаем это сразу. И в сегодняшнем видео мы с вами обсудим несколько базовых методов, которые предоставляет нам класс string для каких-то манипуляций, для каких-то действий с текстом, который хранится в данном объекте. Итак, самое первое, о чем мы с вами поговорим, это, собственно, вывод хранящегося текста на консоль. Делается это уже хорошо известным нам методом system.out.println и в качестве аргумента мы просто передаем наш объект типа string. Запустим и мы с вами видим, что на консоли выводится текст. Это все легко и понятно. Дальше. Если мы, например, не присваиваем начального значения данному объекту или же мы откуда-то получаем его, то есть, допустим, вызывается наш метод, который, как входной параметр, принимает объект типа string. И мы хотим что-то с ним сделать, произвести некие манипуляции с текстом. Но прежде чем это сделать, мы хотим проверить, есть ли у данного объекта некое значение, то есть, хранится ли там какой-то текст или нет. В классе string фактически есть два метода, которые позволяют нам это сделать. Первый метод более простой, более очевидный, чтобы вызвать метод у соответствующего объекта. Пишем название объекта, точка, и Java нам предлагает все методы, которые определены для данного объекта класса. Нас интересует метод из empty, который, собственно, возвращает true, если данный объект пуст, соответственно, там нет никакого текста, и false, если там что-то есть. Соответственно, мы можем проверить это. Выведем значение на консоль. На консоль. То есть, в данном случае, результат работы метода из empty, естественно, false, так как у нас некий текст там уже хранится, a, b, c. Если же мы сделаем, например, вот так. То есть, нам такого совсем Java не позволяет сделать, так как переменная перед тем, как использоваться, должна быть инициализирована. То есть, мы, например, ее инициализируем, но пустое значение сюда вписываем. Запустим. Соответственно, метод, который просто выводит содержимое, он, естественно, нам выводит пустоту. То есть, там ничего нет. А метод, который ответственен за то, чтобы определить, имеется ли некий текст в данном объекте типа string или нет, он нам выдает true. То есть, объект является пустым. Это один способ. Второй способ менее очевидный, но, тем не менее, его тоже можно использовать. Второй способ, как это можно сделать, то есть проверить, содержится ли некий текст уже в объекте типа string или нет, это проверить его длину. То есть, есть метод length, который выводит нам длину строчки текстовой, хранящейся в данном объекте. Давайте попробуем это вывести. Так, у нас одна лишняя скобка. Сохраним. Да. И, как вы видите, из empty нам выводит true. Соответственно, у нас объект пустой. И это косвенно подтверждает метод length, так как он выдает нам, что длина хранящейся строчки равна нулю. То есть, это также свидетельствует о том, что никакого текста там нет. Какой из этих методов использовать для определения того, является ли данный объект пустым или нет, это зависит от конкретной ситуации. Когда-то в каких-то случаях нам удобней, если тип возвращаемого значения был boolean. То есть, что мы здесь видим, что так как фактически они нам говорят об одном и том же, но тип или то, что они возвращают данные методы, он различается. То есть, метод из empty он возвращает boolean. То есть, или true или false. Length он возвращает значение типа int. И, соответственно, length он может вернуть нам любое целое число от нуля до плюс бесконечности. Из empty у него набор очень ограничен. Или true или false. Больше ничего он вернуть не может. То есть, поэтому, с одной стороны, то, что возвращает метод из empty, проще обрабатывать. Потому что количество возможных значений, которые возвращает из empty, количество этих значений ограничено всего двумя. Или true или false. Length от нуля до плюс бесконечности может быть. Когда-то нам удобнее работать или с true или с false. Когда-то нам удобнее работать, например, с целыми чистыми. Тогда можно использовать length. И, соответственно, length является более универсальным методом. Так как он, в принципе, изначально предназначен для того, чтобы определять длину строчки, которая хранится в объекте. То есть, это его основное предназначение. А то, пустая строчка или нет, это как бы побочный эффект. То есть, по тому, какое значение возвращается, косвенно мы можем судить о том, является ли строчка пустой или нет. Например, вот у нас сейчас в данном объекте abc. Соответственно, из empty false. А length у нас возвращает длину строки. В данном случае это 3. Вот. Просто такой интересный момент. Дальше. Интересным крайним является метод trim. Что он делает? Если мы просто так запустим. То есть, вернул тот же самый abc. Никакого эффекта нет. Что делает trim? Он удаляет все пробелы. В начале строки и в конце. Допустим, мы вот так вот сделаем. То есть, у нас, соответственно, здесь есть пара пробелов и здесь. Очень часто, когда мы производим некие манипуляции со строкой и с теми данными, которые в ней хранятся, вот эти вот пробелы, они нам мешают. То есть, наши алгоритмы, они не готовы к работе с этими пробелами. То есть, очень часто алгоритмы, например, воспринимают данный пробел как некий разделитель. А если, например, у нас здесь несколько пробелов, то есть, это будет расценено, например, что у нас здесь несколько слов находится и так далее. Поэтому очень часто перед тем, как, собственно, производить некие манипуляции из текста, мы вызываем метод trim, который позволяет нам как раз убрать все эти пробелы. То есть, как мы видим, когда мы просто выводим тест, вот здесь у нас эти пробелы есть. Когда мы выводим уже значение из теста после использования метода trim, никаких пробелов у нас уже нет. Тут видим, что в начале есть пробелы и в конце есть пробелы. Здесь в начале видно нет и в конце нет. Дальше посмотрим, что будет, если мы вот такую вот строчку, например, скормим нашему trim, уберет ли он вот этот вот пробел. Делаете ваши ставки, запускаем и, как мы видим, данный пробел остается. То есть, важно помнить, что trim убирает только пробелы в начале и в конце строки. То есть, те пробелы, которые есть между символами, он не убирает. Только те, которые в начале и в конце. Это важно, запомнили. И, наконец, последний метод на сегодня. Это очень гибкий, очень мощный метод replace. Который позволяет нам заменять какой-то символ или группу символов в строке другими символами. Например, тот же самое удаление пробелов мы можем, то, что делает trim, то же самое сделать, используя метод replace. У которого два аргумента. То есть, первый аргумент означает, какой символ мы ищем. В данном случае, если мы хотим убрать пробел, символ, который мы ищем, это пробел. И заменяем мы его, соответственно, на пустой символ. То есть, ни на что. То есть, без всяких пробелов. Запустим. И посмотрим. То есть, как мы видим, пока что у нас здесь пробела еще нет. То есть, здесь в начале и в конце есть, когда мы просто выводим. А когда мы используем trim, у нас ни в начале, ни в конце нет. Ни replacement используем ни в начале, ни в конце нет. Теперь мы еще вот тут добавим. И смотрим, что сейчас происходит. Как мы видим, trim, как мы уже обсуждали, удаляет только начальные пробелы. и те, которые находятся в конце строки. Но все пробелы, которые находятся внутри каких-то символов, то есть, между какими-то символами, trim не трогает. Но replace великолепно работает. То есть, он находит любой символ и меняет его на тот, который мы хотим. Например, мы можем ему сказать, найди все символы A, которые есть в данной строке и замени его на D, например. То есть, как мы видим, replace нашел символ A, который был на первой позиции и заменил его на D. Если у нас, например, один и тот же символ встречается несколько раз. Вот, допустим, мы хотим A заменить на D. То есть, если один и тот же символ, который мы хотим заменить A, в данном случае, встречается несколько раз, то все значения данного символа, который мы ищем, будут заменены на D. На сегодня это будет все. Разумеется, в классе string гораздо больше методов, чем мы обсудили сегодня. И поэтому в следующем видео, которое выйдет в субботу, мы продолжим говорить о классе string. Сегодня просто, чтобы не перегружать вас информацией. На этом мы закончим. Еще раз кратко подытожим. Переменную типа string мы используем для хранения некого текста, который превышает один символ. Для хранения одного символа мы можем использовать также примитивный тип char. Можем и string использовать, но можно и char. Если количество символов превышает один, то есть два и в плюс бесконечность, мы используем класс string. Для того, чтобы определить, является ли строка пустой или нет, мы используем метод isEmpty, который возвращает true, если строка пустая, и false, если строка не пустая. Также для этого можно использовать метод length, который возвращает длину строки, и по возвращенному значению, который является типом int, мы можем понять, пустая строка или нет. Соответственно, если метод length возвращает нам 0, это значит длина строки 0, соответственно, она пустая. Если от единицы до плюс бесконечности, строка не пустая. Метод trim очень часто мы используем для предварительной обработки текстовых данных, перед тем, как начать производить некие манипуляции с ними. И trim позволяет нам удалить пробелы в начале строки и в конце строки. Однако trim не удаляет пробелы, которые находятся между какими-то символами. Для этого мы можем использовать метод replace, который позволяет нам заменить тот символ или группу символов, которые встречаются в строке, на какой-то другой символ или другие символы. На этом все. На сегодня, надеюсь, видео было вам полезным, понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Если есть какие-то вопросы, предложения, просто комментарии оставляйте их под видео. Следующее видео выйдет в субботу. Продолжим говорить о методах класса string. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok